Продолжение следует... Древнегреческую, финикийскую, египетскую цивилизацию. Все это эпоха поздней бронзы и начала Железного века. У меня в руках один из ярчайших представителей культурного пласта той эпохи меч Ксифос. Это вот образец эпохи поздней бронзы. Мы такие делали уже реконструктивные копии. Делали их с небольшими видоизменениями. Сейчас в связи с обращением одного из коллекционеров мы сделали вот такие образцы для него. Делаем мы их сейчас по образу и подобию тех реконструктивных копий, которые создали наши коллеги при работе по съемкам фильма «Властелин колец», «Хоббиты» и так далее. Вы это можете вспомнить как меч Фродо, «Жала» так называемый. На самом деле прототипом практически всех реконструктивных копий, которые представлены в этом фильме, являлись оригиналы. Оружеведы брали в том числе и мечи поздней бронзы. Как я уже говорил, бронза – это огромный культурный пласт. Отдельный разговор. Сейчас даже не хочу углубляться в него. Это нужно, конечно, эпоху эту изучать, знать. Тогда можно о ней говорить как-то более целенаправленно и зрело. Ну, это вот как раз представитель той самой эпохи, поздней бронзы. Этот меч – ксифос, перешел и далее. Уже просуществовал достаточно долго. Короткий, легкий меч. Обоюдоострый, с линзовидной формой клинка, с одной гранью. Хорошая ударная часть у него, достаточно удобная и при удержании удобная. Прекрасная вещь. Можете обозреть его. Он будет находиться и на нашем сайте Велес, где расположена оружейная. Там вы можете тоже все это обозреть более подробно. Вот, собственно, вкратце и все, что я хотел представить. Такая небольшая презентация очередной, хорошей, реконструктивной копии. Буду рад видеть вас у себя в гостях в качестве благодарных слушателей, зрителей и заказчиков. С вами был оружиевед Дмитрий Китоврас. Всего вам хорошего. Добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok